Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро-Вампир! Да, это девятая серия про вампиров, да. Кто не смотрел предыдущие, обязательно посмотрите. Итак, сзади нас, короче, стоят, смотрите, три девчонки. Как бы, кто не знает, как их зовут, это Элизабет. Вот, поздоровайтесь с Элизабет. Смотрите, мы с ней вообще уже максимально задружились. Мы её даже можем обнять и даже прицеловать. Ээээ! Слышь? Обалдело, что ли? Ну-ка, ещё раз. Вот, так-то лучше. Вот, потом, значит, смотрите, Карина у нас есть. Мы можем с ней поздороваться, поговорить. Вы все говорите, что Карина вообще-то всем нравится. Ну, Карина, да, прикольная на самом деле. И есть новая девчонка, это Машка-единорожка. Вот, это вот такая вот маленькая Машка. Мы с ней можем пообщаться и вот так вот. И уже даже сердечко появилось. В общем, у нас пополняется армия вампиров. Правда, Машку ещё не укусили. Смотрите, видите, когда я на неё навожу, есть клыки. А эти уже всё. Это полноценные вампирши. Только, ну, вы можете как бы, ну, гулять тут по дому. Вы чё? О, всё, они пошли, короче, гулять. А то они что-то стоят, как статуи. Вот, Машка, ты тоже теперь можешь здесь жить. Всё, в общем, гуляй. Как-то так. Куда ты пошла, Маша? Маша сразу вышла такая рассмотреть. Такая, знаете, она такая думает. Так, куда ты попала? Опа, это домик вампиров. Ну, ладно, я единорожка, я хочу быть вампиром. Как-то так, я не знаю, друзья. В общем, наши тут барышни, дверь закрывай, не в трамвае всё-таки. В общем, дорогие друзья. А? А я чувствую, лайк не поставили? А? А? А как так-то? А лайк-то кто-то не поставил? Вот кто-то поставил, а кто-то нет? Большинство лайк не поставили. Ну-ка, давайте прямо сейчас лайк. Давайте, раз, два, три. Я чую, лайк, а не поставляй-ку. А ещё на канал подписай-ка. Давайте, все, кто подпишется, вот тех будет. Хороший день. Я прям вас вербую на хороший день. Итак, значит, ты чё здесь, жучара? Ой-ой, навернули его так обратно. Так, в этой серии я предлагаю немножечко, короче, развить сюжет. Вы все говорили, а давайте что-нибудь найдёшь сверхъестественное. Исследуй вторую деревню. Ну что, Шлат, давайте исследуем. В общем, Машка, ты далеко не уходи. А тут, значит, гуляй, ладно? Поняла? И, кстати, вы, две вампирши, вы тут поаккуратнее, потому что вон, вон они, охотники на вампиров. Прямо здесь, прям лагерь. Поэтому, не знаю, на самом деле. Вы должны быть максимально аккуратны. Вы поняли? Ты поняла? Поняла. А ты поняла? Поняла. Ну всё, короче, давайте я вас тут, значит, оставляю. Машка, а ты иди к своим подружкам. Ты что, вышла? Они что, с тобой дружить не хотят, что ли? Давай, иди, заходи, короче. Так, ладно, мы, короче, отправляемся. Так, надо посадить дерево куда-нибудь, не знаю, вот сюда, например. Так вот. Так, как-то ж там стражник поживает. Стражник, всё нормально. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, мистер Альтаирыч. Так, всё у вас зашибись. Так, в общем, вы, дорогие друзья, говорили, Евген, иди разведай вторую деревню. Что там вообще есть? Ну, в принципе, идея неплохая. Давайте так и сделаем. Давайте исследуем вторую деревню внимательно. Потому что вы ещё говорили, смотри, Евген, там был дракон. Вдруг что-то произошло. Давайте реально исследуем. То есть, смотрите, здесь остались заросли, да, но все жители переселились вон в ту деревню. Здесь всё брошено. То есть, смотрите, у них горелый маяк. Так, потом... Чё это такое? Чё это такое? Ой, какая-то штука была. Так, а чё здесь такое, ну-ка? Вау! Ловушка! Ой-ёй-ёй-ёй, нифига себе! Вот это жёстко! Смотрите! Здесь установлена ловушка от всяких гостей. Воу-воу-воу! Да, смотрите, вот невидимая нитка проложена. И ловушка активируется. Так, ладно, уходим. Нифига себе! А чё это за гриб такой? Смотрите, какой-то странный гриб. Ну-ка чё? Ладно, обратно посадим. Я не знаю, здесь... Что это? Смотрите! Вау! Это невидимая дверь. Охотник? А, помните? Там, короче, находится охотник. Давайте на него, короче, посмотрим. Он нас, по идее, трогать не будет. Ага, ага! Нифига себе! Он нам вмазал! Нам надо срочно подкрепиться. Офигеть! Нифига он нам вмазал, короче. Так, коровка, коровка. Сейчас вампирша станет. Смотрите. Блин, на солнце, правда, сгорит. Так, конь. Так, немножко подкрепились. Всё, отлично. А то капец, короче, вообще. Так, всё. Мясо выкидываем. Какое-то зомби мясо нам досталось. Так, давайте следуем. Что это такое здесь? Какой-то дом. О, ведро воды. Незерит. Огниво. Так. О, что это такое тут на полке? Драконье яйцо. Офигеть, друзья. Это драконье яйцо. Мы можем вывести дракона. Нифига я весь в стрелах, смотрите. Просто вампир, который весь обстрелен. Ну, я же бессмертный. Блин, как бы эту штуку добыть? Смотрите. Ну как, а можно добыть эти двери? Они не ломаются, друзья. Офигенно. Так, ну что, пойдёмте. Так, идёт сюда. Нифига, тут ещё охотник на вампиров живёт. Причём тренер. Тренер охотников. Так, ну что, я, короче, предлагаю вывести дракона. Как вы считаете? Знаете, я думаю, мы заручимся нехилой такой поддержкой, если у нас будет ручной дракон. Да. В общем, знаете что? Давайте голосовать, друзья. Какого дракона первого вывести? Вот смотрите. У нас есть, короче, красный, есть синий. Вот. Ну-ка, даже поставим. Да. О, смотрите. Есть, вот смотрите, яйцо красное. И есть яйцо синее. Давайте выбирать. Короче, друзья, пишите в комментариях, какого дракона первого вывести. Так, это какой у нас? Огненный, типа, дракон. А это? Сапфировый. Да, красный и сапфировый. В общем, давайте, пишите сейчас в комментариях, кого делать первым. А я, короче, почитаю комментарии и, соответственно, выберу, какого первого дракона выводить. Наша там Машка гуляет. Слушайте, подозрительно она там гуляет как-то. Машка, ты, может быть, в дом зайдешь? Как бы тут небезопасно. Конечно, вампиров нету. И, ну, там, блин, охотники. Так, правда, это, конечно, еще человек. Но все равно, куда тут Машка уходит? Слушайте, очень, да, странная Машка. Такая гуляет в лесу, такая. Как бы она с этими не замутила, с охотниками на вампиров. Смотрите, она прям к ним пошла. Блин, очень подозрительная Машка, на самом деле. Ну, ладно. И вы пока пишите, короче, в комментариях. Я пока схожу домой, проведаю наших дамочек. Привет. Они такие ходят и рассматривают мои колбочки. Еще всякое тут делают. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Так, ладно, я, короче, пошел выводить дракона. Чисто дракона на заднем дворе сейчас будем выводить. Так, ну что ж, друзья, вы все говорили. Ну, не все, конечно, но большинство за красного. Ну что ж, давайте так и сделаем. Так, смотрите, как это делается. Надо выкопать яму. Потом берем незерит, ставим незерит, ставим яйцо и поджигаем. Все, смотрите, наше яйцо, оно там крутится. Ой, тихо, тихо, главное, чтобы ничего не сгорело. Все, яйцо, короче, крутится. И сейчас, по идее, если оно, ну, наберется достаточной теплоты, я сейчас сразу расскажу. Смотрите, вот это драконье яйцо надо пускать в воду, а огненное надо жарить на огне. И со временем здесь вылупится маленький дракончик. Вот, в принципе, даже немного надо будет ждать. Давайте сейчас подождем. Я уверен, что сейчас буквально через пару минут появится красный дракон. Давайте все, ждем. Дракон, дракон, давай уже, короче, появляйся. Вот, по идее, он должен уже появиться с минуты на минуту, друзья. Я специально не буду останавливать видео, чтобы вы сами были свидетелями того, как появится дракончик. Ой, ешкин кот, дерево горит. Ну, ладно, не обращаем внимания. Ага, не обращаем, сейчас там все вспыхнет. Ё-моё, ешкин кот. Ладно, оно сейчас должно потухнуть. О, дракон, 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 куда побежал? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Смотрите, мы его посадили на плечо. Так, теперь надо что-то придумывать вот с этой байдой. Так, а что, почему лезть это? Офигеть, у нас есть, смотрите, дракон на плече. Ладно, сейчас та штука, наверное, потухнет, и все. Распространение огня не пойдет. Офигеть, смотрите, у нас маленький ручной дракон, и он сидит у нас на плече прям. Это же круто вообще. Просто я вампир. Все, потух, отлично. И здесь сейчас все потухнет, и мы убедимся, что пожара нет. Да блин, почему я не могу потушить? Слушайте, может, дракон дышит огнем? Ладно, пусть сейчас догорает, и все, в принципе. Да, по-моему, это драконов не дышишь. Ну, как бы да. Блин, прикольно. Блин, я беспокоюсь, что сейчас что-нибудь вспыхнет. Так, давайте это дерево вообще нафиг срубим. Но у меня топора нет. Давай уже тушись. Так. Так. И это тоже, тушись. Давай, тушись. Сейчас эту штучку мы сломаем, все. Блин, чуть пожар не устроили, это же вообще жесть. Просто чуть-чуть, и все, и пожар бы. О, все, 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 отлично. Все сгорело, все отлично. Блин, дракона я на самом деле боюсь дома. Давай их девчонкам покажем, пусть они обалдеют. Чисто дракон. Главное, чтобы он там не пыхнул, короче. И все. Так. Фу, я дома, девчонки уже убежали. Девчонки, смотрите, какого дракона принес. Они такие, привет. Привет, привет. Так, ладно, друзья, надо что-то делать с этим драконом. Я даже не знаю, на самом деле, где его оставить. Оставить, потому что, потому что это дракон, ешкин кот. Я, короче, его пока предлагаю оставить вот здесь на поле, хотя нет, это опасно. Блин, где бы его оставить? А, давайте выкопаем яму и положим дракона туда, да. А как, кстати, его с это... Дракон. Ты что, у меня больше вещи на плече? А как его скинуть? Кстати, друзья, я не знаю, скинуть дракона. Дракон. Где у дракона вообще? А как дракон-то? Дракон, может, ты это, слезешь с меня? Просто дракон не хочет с меня слазить. Я не знаю, кстати, друзья, а как его вообще реально сбросить? Мы, по ходу дела, сейчас вечно будем ходить с маленьким драконом, пока он не вырастет. Наверное, да, когда он вырастет, он, наверное, сам слезет. Пока что моего мамка... Давай, ну-ка, слази с меня, слази, дракон. Дракон не хочет с меня слазить. Ладно. Пока что мы будем ходить с маленьким дракончиком. Так, ну чё, короче. Я, в общем-то, предлагаю на этом серию закончить. Да. То есть мы в этой серии приютили, так сказать, дракона. Офигеть вообще. Просто, просто красного дракона. Обалдеть. Я не знаю, как бы, чё с ним дальше делать, но чё не придумал. В общем, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, следите за сериальчиком. Дальше будет ещё интересней. Всем пока-пока. С вами был Евген Бра. С вами был Игорь Негода.